Друзья, я сегодня хочу поговорить с вами на одну очень такую интересную тему. Эта тема достаточно популярная в христианском мире, ну, я бы сказал, мега популярная. И в любом случае, несмотря на то, что этот вопрос, о нем много говорят, он остается важнейшим вопросом, который влияет непосредственно на жизнь каждого из нас. Я говорю о любви. И, возможно, кто-то сейчас внутри себя сказал, ну, что можно еще сказать о любви? Ну, уже столько мы слышали проповедей по этому поводу. Вы знаете, скажу вам так, я не собираюсь говорить ничего нового, потому что проповедник, по сути, он не должен выискивать что-то новенькое, потому что новое в контексте Божьей истины – это вообще ересь. Есть истина, Бог показывает свою, он показал свою истину, и выдумывать что-то не стоит. Все уже записано в Божьем Слове, но роль проповедника что сделает? Поделиться этой истиной, которая есть уже. И я сегодня поделюсь с вами теми мыслями, которые были у меня последнюю неделю, может быть, даже больше, потому что об этом стихе, на котором я опираюсь, я размышлял уже довольно-таки длительный период времени. Сегодня я поделюсь проповедью, которая называется «Возрастающая любовь всегда попадает в Божью цель». И, как я сказал, на эту проповедь меня направил один очень интересный стих. Это послание филиппийцам, первая глава, девятый стих. Я прочитаю, но прочитаю его немножко в контексте, чтобы мы все-таки понимали, о чем идет речь. Апостол Павел говорит в своем послании филиппийцам, говорит следующее. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Ишуа Мессии и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще и более возрастала в познании и всяком чувстве. Чтобы вы, познавая лучшее, были чисты и непреткновены в день Христов и исполнены плодов праведности Ишуа Мессии в славу и похвалу Божию. Павел, который свидетельствует о том, что он имеет большую любовь, имеет любовь к Христову, он увещевает христиан в филиппах, увещевает более и более, чтобы их любовь возрастала в познании и всяком чувстве. Друзья, это касается и нас с вами. Писание говорит нам, устами Павла, Духом Святым, чтобы наша с вами любовь возрастала в познании и всяком чувстве. И мы видим здесь два направления. Мы видим направление познания и мы видим направление в чувстве. И сегодня мы как раз рассмотрим эти два вектора или два направления возрастающей любви. Но прежде чем двигаться вперед, хочу все-таки обратить внимание на один немаловажный фактор, который мы можем видеть. Раф Шауль, он не молится, чтобы Бог дал филиппийцам любви. Он прекрасно, он уже прекрасно понимает, что любовь у филиппийцев, она имеется. Он утверждает, ведь именно Раф Шауль в послании к римлянам, он до этого утверждает следующие слова. Я прочитаю, это римлянам пятая глава, пятый сих. Он говорит, надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Павел утверждает, что любовь уже находится в сердце каждого верующего человека Духом Святым. Любовь излилась в сердца наши Духом Святым. Если мы посмотрим, это не только мысли Павла. Иоанн в первом послании, в третьей главе, он говорит следующее. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Какую любовь дал нам Отец? Опять же, Иоанн подтверждает слова Павла, что Бог уже дал каждому из нас любовь. И именно по этой причине апостол Павел, он не молит Бога, чтобы Бог дал любовь, но он молит, чтобы та любовь, которая живет Духом Святым в сердцах христиан, она возрастала, причем возрастала в двух направлениях, в познании и всяком чувстве. Для нас с вами что это? Для нас с вами это пример молитвы. Нам не надо молиться о том, чтобы Бог дал нам любовь кому-то. Надо вспомнить то, что говорил Рав Шауль, то, что говорит Писание, что любовь, она уже находится в наших сердцах. Если мы посмотрим на продолжение текста о присутствии любви в сердцах нас, то мы увидим, что через пару стихов Рав Шауль говорит следующее. Но Бог свою любовь к нам доказал тем, что Машех умер за нас, когда мы были еще грешниками. Получается, что Бог, Он доказал нам свою любовь. Она уже доказана. В жертве Ишуа Мессии остается ответ за нами. Людьми, которые имеют эту любовь, Бог ожидает от нас, чтобы мы так же само могли доказать нашу любовь Богу. Я думаю, что это именно так, потому что Бог это сделал. И Его ожидание, как вот в наших отношениях, когда мы видим проявление любви, наше стремление какое? Отдать любовь должно быть правильно. И когда мы даем любовь, все-таки мы где-то, у нас есть ожидание, что на нашу любовь ответит. Иногда мы делаем это, можем делать в ситуациях, не ожидая ничего делать, но по факту, по сути, мы ожидаем. И Бог сделал этот шаг не просто так. Он ожидает, что мы, как дети, будем отвечать на Его любовь. И в чем этот ответ выражается? В том, что мы, преображаясь в образ Ишуа Мессии, неся любовь Божию, которая живет в наших сердцах, мы будем эту любовь дарить и отдавать. Знаете, именно такая возрастающая любовь, она помогает нам жить достойно нашего звания учеников Мессии. И если кто-то, вот в нашей жизни, мы живем в обществе, если кто-то, какой-то человек или брат или сестра наступит тебе на мозоль, то тебе не придется отыскивать в своем сердце любовь после очередного приступа гнева, там, или какого-то раздражения. Нет, это, это не, любовь так не работает. Она не должна так работать. Чтобы поступать, как должно поступать ученикам Мессии, нам надо жить в состоянии возрастания в нашей любви, тогда мы сможем правильно реагировать на всевозможные ситуации, тогда мы сможем поступать так, как поступал Он, делать так, как ожидает этого от нас Бог. Но все-таки, смотря на стих, который я прочитал, на который я опираюсь, это послание филиппинцам, все-таки возникает вопрос, что же имел в виду Павел, когда говорил о возрастающей любви? Он говорит, что любовь нас, как искупленных детей Божьих, должна возрастать в двух направлениях, в познании и всяком чувстве. Но в данном послании он не раскрывает, что это значит. Но это не говорит о том, что мы этого не можем понять. Смотря в Писание, заглядывая всю концепцию, просматривая всю концепцию Писания и всю концепцию проповеди апостола Павла, мы можем видеть, что он дает объяснение возрастающей любви. Он дает объяснение, смотрите, у нас первое направление – это познание. И если мы посмотрим концепцию Павла, то мы увидим, что под познанием он имеет в виду познание Бога. Познание Бога и познание Его истины, которая раскрывает Его волю. И каким же образом мы познаем Бога? Вообще, все начинается еще до того момента, как мы уверовали. Познание Бога начинается еще до того, как мы даже пришли в церковь. И я говорю о том, что Бог о себе явил общее откровение, которое видно как верующим, так и неверующим людям. Псалом 18, 2 стих говорит, «Небеса проповедуют славу Божью, и от дела круг его верщает тверь». Тверь. Само мироздание, сам миропорядок, он свидетельствует о величии, о могуществе Бога. И мы понимаем, что когда человек задумывается об устроении мира, он обязательно поймет, что все вокруг кем-то сотворено. Да, мы, по сути, многие люди понимают, что кто-то это все создал. Это не возникло просто из-за какого-то взрыва, и потом такого хаотичного, неконтролируемого процесса. И даже в миру мы видим люди, которые не знают Бога. Они понимают, что многие люди, конечно, есть такие уже атеисты, которые отрицают существование Бога, но по сути основная масса людей, она понимает, что есть какая-то высшая сила или высший разум, но понимают, что все, что сотворено, все, что мы видим, и все, что работает таким дивным образом, оно не может происходить само собой. Есть некая сила, которая регулирует все эти процессы. Когда же человек приходит к периоду богоискания, когда мы начинаем читать Священное Писание, то мы начинаем видеть Бога уже на страницах Священного Писания. И именно Писание нам показывает то, как Бог самопроявлялся. Мы видим, как Он открывался конкретным людям. Мы видим, как Он открывался в конкретных ситуациях и в определенном месте для этих людей. И это самооткровение Бога, оно давало людям возможность вступить с Ним в отношения, вступить с Ним в искупительные отношения. И в Писании Бог, мы видим, как Бог показывает свой характер, открывает свои атрибуты, и мы познаем, каков Он. В тех простых ситуациях, в тех простых описаниях, историй и повествовательных, поэзии, мы видим, как Бог открывает свое сердце для человека. Эти отношения на странице Писания, они уже имеют более личностный характер. Если мы вспомним историю встречи Бога с Маше, то Бог как раз открылся лично Маше и открылся ему по имени. Он сказал, я есмь сущий. Он открыл ему свое имя и сказал, чтобы ты открыл его для народа, который я избрал. И это уже показаны личные отношения, которые мы с вами имеем. Мы все, кто уверовали в Вишу и Мессию, мы имеем личные отношения с Богом, потому что мы примирились через Его жертву и имеем эту возможность, этих именно личных отношений с Творцом. Ну и, конечно, если мы посмотрим, то самым главным, самой совершенной формой Божьего откровления для нас с вами, это являлось воплощение нашего Господа и Спасителя Ишуа Машеха. Смотря на его жизнь, смотря на его проповедь, мы видим самого Бога. В послании евреям написано, что Бог многократно, это первая глава, первый-третий стих, Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне, «Которого поставил наследнего ком всего, через которого и веки сотворил, сей будучи сиянием славы и образом ипостаси Его». Бог через Мессию открыл Себя явным образом для человека. И на страницах Писания мы читаем о том, как Ишуа, будучи совершенной этой личностью, он был человеком, он был 100% человек и 100% Бог, но в этом обличии человека, он, как он жил, как он служил, как он показывал отношения с твоим Творцом. И если раньше Божьи пророки, они говорили информацию о Боге, то теперь сам Бог уже лично открывался людям, лично говорил людям и давал людям возможность иметь познание Бога. Своей жизнью, своей смертью и своим воскресением Ишуа открыл всем нам дверь к отношениям с Творцом и к возможности познания, более близкого познания Бога. И именно познание Бога дает нам возможность совершить путь нам своего спасения, друзья. Мы можем, как написано, пройти предлежащее нам поприще, а у каждого из нас есть свой путь, и мы идем в свой путь, но можем пройти как? И Писание, оно показывает, оно показывает, что можем пройти его, взирая на начальника и совершителя веры, Ишуа, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамления и воссел одесную престола Божия. Он есть тот, в образе которого мы видим Бога, его сердца, его характер, в его служении, это в его жизни, в его проповеди, это явно отображается. И взирая только на него, идя путем познания, как говорит Павел, мы можем совершить путь нашего спасения. Но давайте посмотрим, что мы видим в личности Мессии. Да, всем нам хорошо известный, золотой стих Библии, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, уверующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И в Ишуа Бог явил нам свою любовь. Причем жертва Мессии, она была проявлением, высшим проявлением этой Божьей любви, которая открыла путь человеку к Богу и к Его познанию. И именно эту любовь, как я говорил, Бог поместил в наши сердца Своим Духом Святым. Он сделал это для того, чтобы Его любовь, подаренная нам на кресте Колгофы, она раскрылась в нас и раскрылась через нас. И именно по этой причине Рав Шауль говорит о любви, которая должна быть направлена в двух направлениях. В направлении к Богу и в направлении к людям. Об этом, как мы с вами знаем, учил закон, и об этом говорил Ишуа. Помните, когда его спросили о двух заповедях, он говорит, он дал также два вектора. Возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. И тем самым, он говорит, это и есть исполнение закона. И первое направление, вот это возрастание любви в познании Бога и Его истины, она показывает Божью волю к нам. И, как говорит Писание, именно познание, познание Бога, познание истины, которую Бог открывает нам через свое откровение, оно делает нас свободными. Послание Иоанна, 8 глава говорит, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает нас свободными». Истина, которую мы видим в личности Ишуа Машиаха, которая записана на страницах Священного Писания, она делает нас свободными от греха, для того, чтобы мы могли проявлять большую любовь к Богу. И интересно, что есть у этого еще цель. У этого есть цель еще одна. Для того, чтобы мы являли Божью любовь друг к другу, и для того, чтобы мы являли эту любовь людям в этом погибающем мире. Бог открыл нам свою любовь для двух целей. Два направления. Направление к Богу и направление к людям. Смотрите, второе направление, о котором говорит Раф Шауль в послании филиппийцам, это чувства. Он говорит, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. И как мы с вами хорошо знаем, то человек сотворен по образу и подобию Божьему. Он создал нас личностями. Мы, друзья, с вами личности, состоящие из духа, души и тела. И эти элементы, они составляют нашу природу. Конечно, есть концепции, которые говорят, что мы состоим из тела и души. Я не буду сейчас углубляться в эти теологические разбирательства, но я хочу сказать, что есть то, что составляет нашу с вами личность и нашу природу. И Бог дал нам это для того, чтобы мы исполнили определенное предназначение, которое Он задумал для нас с вами. Какие эти предназначения? Какая цель Бога для человека? Цель Бога – это иметь с Ним отношение, быть Ему послушными. Цель вторая – это то, чтобы нам иметь с вами правильные взаимоотношения, гармоничные иметь взаимоотношения друг с другом, такие, как они должны быть, отношения любви. И третья – цель – это осуществлять владычество над всем творением, которое Бог совершил. Для этого Бог наделил нас вот этим вот неким набором качеств, которые помогут нам исполнить эту цель. Все то, что есть внутри нас, оно способно изначально, Бог совершил это так, что оно способно было совершить Божью цель и Божье предназначение. Мы имеем ум, мы имеем волю, мы имеем еще ко всему же эмоции. Имеем эмоции? У нас есть чувства? Есть. У кого-то в большей степени проявляются, у кого-то они в меньшей, но все мы, в каком бы ни были мы состоянии духовном, имеем и чувства. Наша человеческая природа, к сожалению, была искажена грехом, и немножко все пошло не так, как должно было изначально пойти, но у Бога был план, и есть план, который осуществляется в исправлении, и именно поэтому, вот в данном стихе, на котором я акцентирую внимание из послания филиппийцам, открывается одна из сфер. Бог говорит, чтобы вы, возрастая в любви, возрастали в познании Бога, и возрастали в чувстве. И у нас есть пример, как я говорил, у нас есть пример, это личность Ишо Машеха, который явился как раз именно в человеческом подобии, ведь он пришел как человек в совершенном человеческом подобии, и который как раз отображает, действительно отображает человеческую природу, которую Бог задумал. Он сто процентов отображает задуманную Богом человеческую природу. И если посмотреть, то мы видим правильные отношения в направлении познания, которые были у Ишоа, который не делал ничего, не видя Отца творящим, он имел познание совершенное Бога, потому что он сам был Богом, и он показывал своим примером уровень этих отношений и знание Божьей воли. Но мы также видим, что Ишоа в отношении эмоций, в отношении чувственной сферы, он показывал правильные определенные моменты, он показывал на своем примере и проявлял определенные чувства. Смотрите, делал это он совершенно для всех на понятном языке. Он не говорил каких-то умных проповедей о том, что надо покрывать сферу человеческих чувств. Он жил. Он жил, являя эти чувства, для того, чтобы эта сфера была понятна людям. Люди видят, и они понимают прекрасно. Ишоа проявлял чувства и эмоции. Он сострадал к больным людям. Мы с вами знаем об этом. Вот в Марка история Христа Прокошонова, где написано, что Ишоа умилосердился над ним. Он проявил к нему милосердие. Это было чувство. Мы видим историю с вами, когда он проявлял жалость к людям. К примеру, в Евангелии от Луки история воскрешения единственного сына у матери. Опять же, там написано, что он сжалился над ней. И таких примеров множество. Мы видим примеры, где Ишоа радовался. Мы видим примеры, где Ишоа плакал. Мы читаем об этом в Писании? Нам показано об этом. И я скажу так, что, друзья, мы с вами, даже уверовав, даже духовно возрастая, мы по-любому с вами остаемся людьми, у которых сфера чувств, она играет роль. Да? Ну, особенно у женщин. это... Да. И нам важно об этом не забывать, потому что бывают моменты, что мы все-таки об этом немножко забываем, но надо помнить, что наша любовь, возрастающая, она должна покрывать и эту сферу человеческой личности. Но тут есть вопрос, как это делать? Как это правильно делать? Такой небольшой пример, что мы не можем сказать брату или сестре, если они говорят, что мы их обидели. Ну, мы все можем, конечно, но я говорю, что будет неправильно. Я думаю, что если нам какой-то человек говорит о том, что мы его обидели, а мы знаем, что мы, ну, вот сто процентов его не обижали. Ну, вот, ну, знаю, ну, уверен я, никого я не обижал, но мы не можем сказать ему, дорогой брат или дорогая сестра, иди молись, у тебя проблемы какие-то, может быть, даже какая-то паранойя, это, у меня все нормально, я по отношению к тебе нормально себя чувствую, поэтому это твои проблемы. Вы знаете, может быть, это и будет отображать реальность. Реальность может быть такова, что вы действительно этого не делали, никого не хотели обижать, никого не хотели, никому не сделать ничего плохого, но человек почему-то, как говорят в народе, загрузился. Я думаю, что проявление нашей любви, возрастающей, это будет поучаствовать в чувствах этого человека. Вы знаете, потому что любовь, Божья любовь, которая излилась в сердца наши Духом Святым, она направлена на нужды других. Знаете, мы любим, чтобы любовь была к нам хорошим, любимым, но Божья любовь, она была явлена в том, чтобы отдать. Она была направлена на нужды других. Но, есть в этом вопросе одно но. в данном тексте используется слово «чувство». И это слово, оно имеет такое двойное значение. И вот, если первое значение это чувство, ощущение, о сфере, о которой мы с вами вот сейчас поговорили немножко, то второе значение этого слова, оно говорит понимать, распознать, понимание, распознание, сообразительность. И это показывает еще один очень интересный срез, который мы можем видеть именно в сфере чувств. В сфере чувств важно руководствоваться не только эмоциями, важно руководствоваться еще пониманием добра и зла. Надо опираться более на сообразительность, чем на сферу именно чувственную, эмоциональную. И об этом говорит Павел. В послании к евреям мы находим подтверждение этому. В пятой главе написано, что твердая же пища свойственно совершенны, у которым чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. И если вы посмотрите, там используется слово, корнем которого является слово в послании филиппийца. Именно чувство, которое навыком приучено к познанию добра и зла. Возрастающая любовь в чувствах производит нас навык. И мы способны становимся уже проявлять сообразительность, мы способны становимся уже понимать, где добро, где зло, и руководствоваться правильными, возросшими в любви чувствами. Возвращаясь к посланию филиппийцам, мы также видим, как Павел в контексте отношений между братьями говорит, не о себе каждый только заботится, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и в Ешо Мессии. Своей жизнью и своим служением Ешо, он как раз оставил для нас с вами пример, как в человеке должны сочетаться чувства, выраженные в эмоциях и чувствования здравого размышления, которые различают добро и зло. Мы видим это проявление чувственности к людям и в нетерпимости ко греху. Ешо показал, что он являл чувство, но всегда был нетерпим к греху. И он понимал, где зло и где добро. Небольшой итог. Любовь христианина, как мы сказали, как говорит апостол Павел, должна развиваться в двух направлениях. Познание и всяком чувстве. И этот текст молитвы Павла, что он делает? Он утверждает закон и пророков. Подобно тому, как Ешо во время своего служения говорил о двух заповедях любви, возлюби Господа Бога твоего и ближнего, твоего, как самого себя, утверждая тем самым законы пророков, так и Павел говорит о двух направлениях любви. Познание Бога и правильных чувствах возрастающей любви в отношении к человеку. Но хочу сказать, друзья, я не до конца бы сказал, если бы сейчас остановился. Можно было сейчас остановиться, но я думаю, что это будет не совсем правильно. В своем послании христианам Филиппах Павел говорит о возрастающей любви в контексте благовествования. Вот если вы почитаете первое послание филиппийцев, то он говорит о благовествовании. И именно благовествование является основным посылом главы, в которой Павел утверждает о любви, которая должна возрастать в познании и всяком чувстве. Потому что именно благовествование является одним из основных вопросов, затрагиваем, как самим Павлом, и затрагиваем священным писанием. И поэтому Рав Шауль, начав с вопроса возрастания любви, в конце главы говорит следующее. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне придули я и увижу вас или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них предзаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о Нем. Друзья, ну знаете, сегодня все-таки почему-то христиане не всегда готовы страдать. в духе нашего времени образ христианина он рисуется немножко по-другому. Я вижу все-таки в послании Павла он рисует этот образ человека, который возрастает в любви, который готов жить благовестием, который готов пострадать ради благовестия. Нынешнее время немножко исказило этот образ, даже и в христианских кругах. Но я скажу, что христиане даже иногда забывают, что Ешоа пришел на эту землю, чтобы доказать свою любовь на кресте Голгофы. Она доказана, эта любовь. И я цитировал этот стих, что любовь уже живет в наших сердцах Духом Святым. Иногда мы забываем о том, что эта доказанная любовь, она уже находится в наших сердцах. Мы просто забываем из-за того, что в нашей жизни остается еще грех, который забивает эту любовь, живущую в наших сердцах. Мы забываем зачастую, что состояние любви это не просто так, что мы получили от Бога любовь Духом Святым. Она должна возрастать. И именно об этом говорит Павел о возрастающей любви. Потому что скажу вам, что если любовь не будет возрастать, она будет охладевать. Вот та любовь, которую Бог поселил в наши сердца Духом Святым, если ее не взращивать, она будет охладевать. а без любви мы в кого превратимся? Писание об этом говорит. Медь звенящая и кемвал звучащий. И наша жизнь в таком формате она просто не сможет проходить в состоянии исполнения Божьего плана. Я скажу, что она будет проходить больше в решении своих личных вопросов. Но конечно может быть даже это будет в такой хорошей красивой обрамленном такой религиозном облачении, но не в познании и исполнении Божьей воли. Друзья, Божья воля она для нас совершенно другая. Сам Ешуа во время своего земного служения дал нам свое недвузначное указание о том, что мы должны делать. Это великое поручение. Его поручение какое? Распространять его царство. И Ешуа говорил, что именно любовь это одно из средств, которые участвуют в распространении его царства. В Евангелии от Иоанна в 13 главе 35 стих написано «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Наши сердца, которые наполнены Божьей любовью, будут проявлять эту любовь к нашему ближнему, будут являть эту любовь друг другу, и эта любовь будет формировать состояние нашего единства. Эта любовь будет показывать и должна показывать людям этого мира, что мы являемся действительно учениками Мессии, соединенные вокруг Ешо. И именно так происходило во время первоапостольской церкви. Мы с вами это знаем, что это единство, это состояние любви, оно что делало? Оно ежедневно прилагало спасаемых церкви, об этом пишет Писание. И поэтому, друзья, хочу сказать, что наша возрастающая любовь должна быть ориентирована не на нас, она должна быть ориентирована на своем ближнем. И именно таким образом она будет созидать Божью общину через проповедь Евангелия. И Рав Шауль, который призывает нас к возрастающей любви примером своей жизни, он показывает, что значит быть ориентированным на нужды других людей. Если мы вспомним, я думаю, мы знаем все хорошо, что Рав Шауль это был апостол язычников. Бог его призвал для благовестия язычникам, но он, понимая Божий план, понимая замысел Божий, он живет правильными мыслями, и он имеет сформированный правильный характер, сформированный на любви. я прочитаю вам один текст, но прежде скажу, что он прекрасно понимал, что Бог в лице Ишуа, когда пришел, он сказал, что давая повеление своим ученикам, он говорит, идите на эпаче погибающим овцам дома Израилева. Вы помните, как это говорил Ишуа? И Рав Шауль говорит следующее в послании к римлянам, ибо я не стыжусь благослованием Христово, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. И, как я сказал, будучи апостолом языч, посланным к язычникам, он готов даже в своем этом призвании, он готов пожертвовать своей жизнью, ради еврейского народа. Почему? Потому что он понимал Божий план, и он понимал божественный замысел. И, как написано в послании к римлянам, я желал бы сам быть отлученным от Мессии за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и славы, и законоположение, и богослужение, и обетование. И тут мы видим, как человек Рав-Шауль, он ориентирован на нужды других людей, живя с готовностью, он говорит, я сам готов быть отлучен ради Христа, ради ближнего. Он понимает Божий замысел, он понимает Божье предназначение, Божьи мысли, Божье сердце, и он готов поступать подобным образом. Друзья, я хочу сказать, что для нас это пример, пример Ишоа, пример Рав-Шауля, пример, примеры, которыми наполнены, наполнены Писания, это как раз примеры возрастающей любви, любви, которая готова, как это сделал Ишоа, и как об этом говорил апостол Павел, любви, которая готова умереть ради спасения других людей. И я скажу, что наша с вами любовь, она должна быть направлена на попадание в Божью цель. Божья цель это распространение Его царства. И если на первом месте в нашей жизни будет понимание этой воли, которую мы черпаем через познание Бога, через познание Его воли, если мы с вами будем возрастать в познании Бога и будем возрастать во всяком чувстве, чтобы мы могли ту любовь, которую мы получили от Ишоа Мессии, через Ишоа Мессию, чтобы мы могли эту передать людям, погибающим этого мира. Потому что я скажу, что только возрастающая любовь, она может и будет попадать в Божью цель. И я думаю, что все мы с вами хотим попасть в эту цель. И так Бог определил, что мы находимся в еврейско-мессианской общине, у которой есть назначение. У нас есть однозначение. Бог направляет нас в свою цель. И в прошлый раз пастор Александр очень ярко показал ту цель, которую Бог имеет для нас. И вы знаете, я скажу вам, что мы с вами, я верю, что мы призваны для того, чтобы жить в возрастающей любви, для того, чтобы достигать погибающих евреев этого города. И у нас есть множество таких людей. Как в прошлый раз говорилось, сейчас я хочу сказать, что спросите, например, у наших людей, которые ходят на посещение Уоли-Раю, люди ожидают вас. Реально. Когда к ним приходим, они ждут, они говорят, мы вас ждали. Эти евреи, эти погибающие овцы дома Израилева, они ждут и нуждаются вас. Поэтому, если вы понимаете, если вы чувствуете в своем сердце ту любовь, которая излилась в ваши сердца Духом Святым, и вы понимаете Божье предназначение в вашей жизни, вы можете стать частью этой работы. В прошлый раз уже подходили люди ко мне, я думаю, что сегодня вы можете также подойти и я расскажу, как вашу возрастающую любовь направить в Божью цель, которая есть для этой общины. И давайте мы помолимся об этом, чтобы Бог помог нам действительно попадать в Божью цель, чтобы Бог помог нам быть наполненными Его любовью, чтобы Бог помог нам возрастать в этой любви, возрастать в познании Бога и возрастать в отношениях друг с другом. Авину Малкейну, небесный наш Отец, Господи, взирая на Тебя, на тот подвиг, который Ты, Машех, совершил на кресте Голгофы, Боже, мы понимаем любовь отца. Боже, мы пережили эту любовь некогда, когда Ты призывал нас, мы пережили эту любовь и мы понимаем, мы чувствуем, что любовь Твоя, она живет в нас. Господь, но иногда мы забываем об этом, иногда заботы, иногда какие-то проблемы мы думаем, Боже, они наши сердца чего-то делают твердыми. Господи, я хочу сказать, прости меня за то, что не всегда я поступаю по любви. Господи, но я хочу являть Тебя, хочу являть Твою любовь, Господь. Я думаю, что все мы хотим это делать, отец Твоим и Шоа, Мессия, я прошу Тебя, помоги нам возрастать в этой любви, возрастать в Твоей любви, Господь, чтобы любить Тебя всем своим и сестом, чтобы являть Твою любовь всем своим и сестом. Господи, я прошу Тебя, чтобы мы делали больше, чем мы должны делать. Боже, мы и так много делаем, мы много служим, много пытаемся делать работы в Твоем Царстве, но помоги нам делать еще больше, помоги любить еще больше, помоги быть ориентированными нам на нужды других людей, помоги нам, Боже, положить свою жизнь для распространения Твоего Царства. Мы просим Тебя, Господь, об этом во имя Ишуа Мессия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok